так сколько булавок а с глаза что ли я я помню когда это у меня жена невеста была там столько булавок зацепили это кухня да оля рыба как устно пахнет так ира давай горилка у нас там есть машине или нет добрый день мои хорошие сейчас вот в краснодарском крае нахожусь посмотрели два домика для наших уважаемых клиентов и знаете вот я задумался не то что задумался просыпаюсь я сегодня утром и я не знаю как у вас у нормальных людей как вообще утро начинается ну допустим они встали там зубки почистили умылись или там зашли в кухню поставили чайник налили там чай кофе это далее знаете как у сумсика это все начинается солнце берет будильник звенит я сразу правой рукой беру телефон ну понятно что будильник надо убить какое-то время вот и сразу знаете что делаю читаю ваши комментарии вот всегда вот у меня просто некоторые пишут что не читали комментарии друзья я что вот утро у меня начинается сразу с комментариям вот все я хотя бы там бегло что-то посмотреть вдруг я что-то не то сделал там не так сказал друг не так написал и так далее ну потом иду зубки чистить умываюсь потом младшую дочь нам даша она на втором этаже ты встала да давно я встала вот потом только чай это все делал на самом деле вы знаете с одной стороны с одной стороны не переживайте сейчас обзор будет дома друзья просто такое начало у меня начинается я кстати сейчас по правую руку моя помощница ирина сидит чека мы сидим сидим разговариваем и она такая говорит ну все шеф завтра выходной туда-сюда я буду чё сегодня чё пятница она горит да я был очень сильно удивлен я такой чё хотел вообще сказать учет и мне перебил да я знаю что ты молчишь надо же кого-то виновата найти вот чё хотел сказать я хотел сказать что друзья на самом деле что прекрасное хорошее у меня настроение из-за того а вспомнил вот вот вспомнил я хотел рассказать что немножко это было для меня тяжело и так далее насчет работы знаете вот я могу сейчас сказать я конечно много раз об этом говорил еще раз скажу знаете я так рад что я вот именно занимаюсь недвижимостью я так рад что я зашел на youtube я так рад что меня полюбила огромное количество людей которые делаю обзоров я так рад что у нас такая дружная замечательная команда и менеджеров как вот допустим ирина у нас еще другая ирина появилась кстати наша же подписчица эльвира оля маша века наталья петровна у нас мария у нас их огромное количество людей которые помогают плюс еще дополнительно ну понятно агенты по недвижимости такие как и дима и алексей которых вы кстати тоже сама видели ну и конечно у нас и ребята рубин джан это вообще его фишечка сейчас стала молодец рубин если ты меня слышишь ты молодец я надеюсь что вам рубин джан зашел прям по полной программе знаете вот мы когда с ребятами собираемся в офисе планерки делаем и меня спрашивают шеф ну как нам делать интересные обзоры я говорю ребята просто быть его будьте сами собой знаете вот сейчас я роликом за но перед тем как вот сейчас вам показать как есть я пытался сделать начало не знаю разу всем наверное да ну плюс-минус и вот я пытаюсь вот что-то делать это я пытаюсь типа думать что мне сказать как мне сказать что в начале что в конце а потом мы доехали вот так я останавливаюсь беру так удаляем давай буду говорить как есть и все на самом деле сегодня просто офигенная вот ну на хотел сказать и настроение тоже сегодня офигенная погода сегодня какой сегодня число 10 декабря 2021 года за бортом плюс 13 погода реально классно я не знаю как у вас но друзья у нас на юге то сегодня я сейчас вам буду показывать один домик я как бы я понимаю что многим людям я просто уже готов к этим комментариям брата но не стоит этих денег чё за говно ты показываешь как тебе не стыда я дословно сейчас говорю то что мне люди пишут реально ну как бы понятно что слава богу что люди огромное количество моих подписчиков основная часть пишут нормальные позитивные комментарии но вот во первых вот дом который сейчас вам покажу я уверен тысячу процентов вот тысячу процентов что этот ролик именно будет полезен вот основной части массы которые люди планируют переставить вот увидите если я ошибаюсь друзья вот возьмете напишите что я не прав сейчас объясню почему обращается к нам наша подписчица пишет мне ну на ватсап горит калюнь так и так вот мы рассматриваем покупку недвижимости в пределах там от миллиона до полутора ну миллион рассматриваем без ремонта полтора что более меня и только краснодарский край и знаете когда мне люди такое говорят и у меня аж сердце так ёкает ну как вот чтобы станица было крупно чтобы детский садик школа поликлиника река чтобы какой-то лес был чтобы краснодар еще недалеко был чтобы еще до моря хотя бы три километра три часа доехать я думаю как это это практически тяжело но пытаемся пытаемся и сейчас вот мы начали серийно ездить дома смотреть именно вот для нашей подписчицы которые вот именно в этой ценовой категории ищет мы для него будем смотреть поверьте мне еще много 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 объекта недвижимости и я и мои помощники вот сейчас я вот поехал для нее посмотреть этот дом который сейчас я вам буду конечно же показывать друзья если вдруг она не выберет этот дом друзья если вдруг вам понравится этот дом на всякий случай ниже в описании будет указан телефон моих помощников первое либо они могут вам показать конкретно вот этот дом второе возможно мы можем с вами просто вот начинать работать и вот как для вот этой нашей подписчицы мы до ее приезда сейчас ищем домики блин ну так все хорошо красиво говорю вообще классно он хорошо когда не думается вот вот ир вот так надо вот понимаешь вот с подписчиками на только так когда не наиграна когда естественно вот так а ты чё когда на камеру ты как знаешь как в том юморе как кролик это не только ценный мех это еще плюс диетическое мясо ты хоть этот юмор знаешь видно что я древний вот я так понимаю слушай ты хоть знаешь кто такой гитлер слава богу а сталин а путин а ельцин а ельцин а ермак опа зависла вот советую посмотреть ладно сегодня мы попали на домик который я сейчас вам буду показывать тетя галя это ты хочешь сказать такая прекрасная девушка реально вот мне сейчас подписчики за хаят напишут николай все опять ну как ты пойми не отчеству все будешь говорить должен говорить типа не уважаешь людей знаете ребята ну понимаете вы много чего не видите не слышите ну потому что мы же не все так вот прям приехали сразу включили камеру это вот мы приезжаем на дом я говорю а как ваше имя отчество а он где-то как тебя зовут я говорю можете меня звать николя она говорит ну тогда я для тебя тетя галя вот понимаете ребята вот я спрашиваю когда как вас вот имя отчество не горит тетя галя вот все и как вас зовут он говорит просто сергей пример говорю да вот друзья как не просят я так и буду с людьми вот этими разгад позитивный хороший человек кстати который а которая милая девушка хочет ну не то что хочет жизненная ситуация у него такая что ей приходится продать этот дом уехать дочери далеко отсюда самое главное что эта девушка она переехала на юг где было когда-то попрохладнее чем на юге и знаете она как мне сказала и вы это услышите она не хочет уезжать именно отсюда но просто связи со здоровьем она как бы уезжает к детям и знаете как она нам сказала я говорю но живет 1 я говорю ну а чё жениха не нашли обид коль если был бы вот сейчас жених вот был бы жених фиг бы я уехала друзья а вдруг жених сейчас вот найдется вдруг сейчас вот он жених смотрит и вдруг вот эта девушка реально вот вы влюбитесь вдруг вы приедете его вот всякое может быть вот кстати рубин недавно ролик один снимал он еще не вышел выйдет обязательно и у меня такой звонит и говорит шеф слушай я был вот просто вот в таком офигенном доме там живет дину женщина двое ли там трое детей ей надо срочно найти мужика на 1 так он такая боевая такая вот хозяйственная говорю что ты предлагаешь он бы давай будем еще как бы и дома продавать и как там у судьбы сводить я бы слушай хорошая идея вот сейчас как-то вот все совпало вот не позитивно мы тут еще попали на этот скажи ой господи рыба жарю за рыба была карпун запах учитывая что мы в обед были так было это скажи мне мы голодные были слушать а знаешь вот по поводу голодного помнишь мы когда ехали я начал говорить тебе по поводу сметану вот друзья вот посмотрите вот давайте вот дайте поля лякаем у меня аж вот сейчас я рукава закатаю сейчас это ир ирка сейчас сидит ржет смешно 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 это ты смотри кудряшки свои это не не закручивать упали сейчас волосах у тебя застрянет это друзья знаете мы когда ехали воду вот эта запись и начали там обсуждать по поводу еды вот смотрите когда-то я какой-то ролик делал и говорю там год ну как я делаю друзья прям сейчас наливаем чё готов вкусняшки присаживаемся поудобнее и вместе с вами будем сейчас смотреть обзор этого дома сейчас мне подписчики я буду пишать к на коля давай ролик давай показывай дом терпеть и терпите я помню был у нас была когда-то группа и мне в группу скидывали мои подписчики даже в личку мне скидывали но многие подписчики знают моего отца и они скидывали борщ тарелка со сметаной помню шашлык жареную картошку вареную картошку толчонку я узнаю я как вспомню вот и у меня слюни сейчас вот реально потекли а я знаете вот на выходные говорю любимым пожалуйста возьмем свари пожалуйста борща зеленого я просто так хочу вот этого зеленого борща чтоб он был густой чтобы там было много щавля зелени много картошки много яиц вот этих домашних чтобы желто что белки было видно чтобы вот так ложка стояла и чтоб она не падала и не тонула знаете у меня как по его для моего ориентир как вот вкусный борщ или невкусный борщ да вот когда ложку ли полонник ставлю если он так медленно опускается или медленно тонет все это будет идеальный борщ для меня я зеленый борщ люблю в зимний период а в летний период конечно люблю именно красный борщ не знаю как вы друзья надеюсь вы мне скажете это скажите вот вообще какого вас еда ну короче мне просто интересно в комментариях вот сейчас прочитать ваши как у вас утро начинается да допустим у меня ну как начинается я встаю читаю ваши комментарии у меня любимая сразу там разогревает кушать то борщ ну в основном я скажу у меня у некоторых там а мы берем овсянку с молоком а у меня макароны сметана там что у нас бывает толчонка картошка а бывает и ничего когда рано утром я стою бывать с авропольский край уезжаю конечно чё-то вот я не знаю у тебя куда утром встаешь кушать хочется когда рано утром а ты вообще не ешь ты голодная какая у тебя не кормят замуж давай выходи чтобы вот я тебя знаешь какой вот какая польза выйти замуж рассказываю а вот смотри ты по-любому тебе придется кушать готовить а если тебе придется кушать готовить и запах это чувствуешь свой вкус на еды аж надеюсь ты вкусно будешь готовить и сразу у тебя организм хочет есть все это самый такой признак ваша все девчата но есть минус знаешь какой ты будешь толстеть ты будешь толстеть этот водород и ты должна себя контролировать имеют подпишеки на раз слышу так знаешь как вот в приколах удах хопа вот так вот что делает тут берет обгоняет сплошные ребята вот надо пристегиваться и не нарушать давайте друзья сейчас посмотрите обзор вот этого домика вот ну конечно вы напишите ваше мнение касается этого домовладения потом мы с вами поговорим в конце ролика не переключайтесь потому что меня на ха-ха бьет по полной программе кто ты сам чтоб ты не замерзла а дом у вас вообще тетя галя кирпич или блок ой но основа саман а по документам не помните что написано по документов техпаспорте а есть их паспорт отлично я смотрю это крышу вы меняли полностью а вы имеете ввиду вам было дешевле заложить окно чем тогда это тетя галя так понимаю что вот за забором еще где-то метра три ваша территория понял тогда а скажите вы когда отменяли кровлю вы только чисто металл поменяли и все да и все да а вы прям балки все поменяли ну так смотрю трещин смотрю так ничего нету да так где септик у вас вообще она пойдемте пойдемте 2 на 2 и потом обложенный вот кирпич у нас это уже полюбил хвостом машет сарайки можно до загляну а уже немножко крыша прохудилась до туалет в доме есть это туалет я там заглядывал жесткой страны так она не гавка соседская собака так это тоже собака вот в этом месте да это вот где-то вот тут вы говорите в этом деревья уже выросли сейчас я гляну тут немножко надо будет сделать водичка потекает крыша целая стены а не гавкай ты а блин не гавка не гавка какой ты гав куча идет одна яма тюрьга или две одна яма вот такая яма большая здесь он забетонировался сверху окошечко вот там где-то сделал а вы как вот пятнадцать лет его сделали больше на 6 лет от сами откуда а теперь куда в тюмень детям едете я и там жила я родом только за урали а я приехал оттуда же сюда 15 лет ну а так как вам климат тут вообще хоть мне нравится нормально просто из-за здоровья до приезжают если бы что так слушай и так давай сейчас найдем тюрь галю мужика хорошего у вас коленками проблема так тюрьга но вы стойте я тогда пройдусь сейчас николами николя как я говорю это вот там огорода сейчас я сейчас я схожу гляну чтобы все понять так это лыча до лыча абрикос орех вишня груша яблоня много тут вон черешня вижу в этом углу ребята нужно знаете вот сейчас пока вот хожу тюрьгаля показывает мне это все вот пока в доме ничего не заходил не смотрел сейчас посмотрим уже по ходу что у нас внутри будет граница до граница друзья видно вот слева справа и вон до тех деревьев ну тут понятно что это все просто трава растет сад конечно хороший на будут попилять что-то убрать что-то оставить но я скажу если все грамотно все сделать сад будет очень хороший достойная меду тень и так далее это уже прекрасно будет надеюсь что дом внутри будет неплохой кстати дом который а в станице смотрю тут есть все абсолютно школы детские садики поликлиника река и так далее но сейчас будем изучать потом будущем возможно займемся продажа может быть нет не знаю посмотрим по ситуации так смотрю тетя галь а справа молодежь живет или кто вообще вот тут а вот тут я смотрю что дом 1985 года написано на этом 85 года написано на этом 85 она пристроена надо это наверное было только может быть может быть но я так понимаю скорее всего дом саманы облицом кирпичом а вот это уже нара кирпич на скорее всего мне так а вот это гараж да у вас или что это я сейчас гляну его я так понимаю раньше тут мотоцикл нара держали что-то наподобие так шифер здесь что у нас типа летняя кухня до когда-то было скорее всего а ну как я тут harley davidson сейчас отодвину тюльга лида чего вы на велосипеде катаетесь вот серьезно так вы огонь не но я папа подоле и вот это его а до этого вот прям вот вот так вы ездите и нормально не ну вы говорите у вас болит вам проще короче поехать вот гараж гараж одно название тут по сути не кстати гараж кирпичный может даже дом кирпич на не исключено гараж блин легковой автомобиль протык по месяце и все яма вы имеете ввиду вода центральная до заходит слушайте а в скважины ничего такого своего не туда вы имеете да вот эта труба да вот это но скорее всего можно потом забурить для полива не просто видите если садить очень много огорода по-любому скважина нужно по-любому как не крутить я уже пес нас это принимает нормально так смотрю поменяли здесь дверь пластиковую трещин смотрю нигде ничего не то есть осмотрю с той стороны стенка немножко потекает ребята неправильно эту вода сливную сделали не она она просто макреет стенкой ингу что она внутрь проходит это ведь вот сколько вы шесть лет тому назад заходи заходили туда ведь я приехал не каля и сразу вот я же почему говорю так счетчик у вас внутри да как вкусно пахнет но у вас останемся со 100 процентов да так тут пол деревянная так понимаю но дерево и двп так газовый счетчик смотрю поменяно да хорош и вот это поменял водяной так здесь глухо так сколько булавок а сглаза что ли я я помню когда это у меня жена невеста была там столько булавок зацепили это кухня да оля рыбок вкусно пахнет так ира давай в горилка у нас там есть в машине или нет это котел да это понимает о сколько вам ну сколько максимум 45 плюсом только каким да так сейчас это мне мы сейчас глянем это туда это котел у вас правильно это он топит весь дом да и сколько коммуналка сейчас выходит вам зимой ну как вы топите вообще вы это двп да это вот эта пристройка не пристроили но я найду люди в это центральный водопровод здесь бетон я так чувствую в ногами здесь у нас садится кушать холодильничек окно вот это на открывание так и это полет вон она здорово так унитаз бетон пластик а болер у вас с этой стороны вот видите как вам повезло а в других местах наверно колодец берете ли там качайте холодной хоть нормально платят чтобы ухаживать я не я ж не я ж беру государство хоть нормально платят ну да хотелось бы побольше согласен тут отрывок тут услуги вас как бане тут прям жарко мне а душ обыкновенный да такое ну чтобы о подождите а этого а я думал у вас отсюда горячая вода это хотел сумничать не получилось есть знаете вот есть вешают вот поливалка как его называет там сразу электричество она просто били это чё это рывок кифа или как она называет карты зря вы сказали будете часть не 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 у моей сегодня кстати вот у вас вчера именины были а моей дочери это вот сегодня дети 11 лет вот видите я же говорю а вы не против а вы сами местные сами с этой станицы ну отлично тогда вот все те по крайней мере до дома уже слышите чтобы гаишники не остановили на велосипеде пешком зайдете так это прихожка так и она завода было когда-то кладовка у меня а гардеробную можно это расширительный бачок да наверное так это чумно стума зон когда как мы называем по тоже деревянные 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 о тут уже цивилизация появилась не хватает знаете натяжного потолка ровненько что было денег не хватило я брала кредит делала ну вот смотрите вот стенка у оттуда мокреть я с той стороны смотрел и видно что здесь не тянет у вас дом саманы видно что саманы по стенке сразу полы так ровненькие смотрю так плазма остается подарок нет а смирю прав продаете все а если мебель забираете на 500 тысяч дешевле блин ручку надо отрегулировать туда дом саманы тут я не за толщина почти 40 сантиметров почти подоконник отопление а будет тебя сколько по времени прошло как поменяли три года три года до полностью я делала вот это 6 лет назад проводила трубы газ это ставила здесь было же печка это вот в этом вот я вижу углубление чуть-чуть обогревались только такие комнаты там нигде ничего не обогревалась ну слушайте но в этой странице у вас и больница что у вас вообще тут она расскажет соседняя улица больница там за ней березка там аптеки там рынок там магазины вот пекарня магазин в общем все здесь центр не так далеко там пятерочка магнит там все вот она научить церковь у вас тут все и церковь и школа детский садик тут и там церкви садик в общем мне знаете что понравилось у вас перед двором территория хорошая улица широкая потолок натяжку натяжной взял ну то я смотрю высота это 245 я хотела думала денег хватит брала кредит сделаю нас не хватило да а сколько брали кредит вообще сто шестьдесят тысячи не хватило на ремонт или в это с крышей нет это я шесть лет назад делала крышу это я уже три года назад делала меня на обои она лива это все так я еще вот этот диван купила потом кухонный а у вас вышла это обои кухонный гарнитур раз копа белка двери меня вот это что пластиковая зашла меня 6 лет назад и крышей окна и газ проводила вот это трубы только форсунка это 6 лет назад а три года я делала обои меня обилила двери меняла мебель поменяла а вот эта девчонка вот которая она как приходит два раза в неделю а вы не знаете да сколько ну а это получается на вам помогает и кому-то еще у нее 15 бабок 15 пожилых человека на каждой по отдельности у меня в турне 5 лица она бывает там по остальным у нее на а сколько сейчас минимального вас по всякому по разному ну примерно что работали где работала я живу в адвирском депо и чего это и не мало даже не хватило вот я жила на севере работала а вот эти девяносто четвертом году родился внук у меня дочка родила тоже без мужа даже тяжелые девяносто четвертые организации развалились зарплату нигде не платили и я как уволилась так воспитывала до десяти лет внука почему сюда переехали а из-за этого да но из-за тепла я на родину не поехала на урал не поехал не хочу а почему именно вот и вот в эту станицу с одной семьей мы на севере дружили вместе с этой станицы они уехали раньше домой вернулись а потом мы с мужем в 2000 году приехали на новый год это на двухтысячный в гости сюда здесь не снега ничего тепло я в такой шапке в зубленке сапога в шубе да конечно оттуда же ой думаю 1 января пошли по станице гулять бабки сидят за двором и все попивают снега нет ничего я в шоке первый раз в жизни такого видела все уже не работала же внука воспитывала ну давай здесь типа дачи купим будем ездить летом с ребятишками еще мальчишки в школу ходили и все его с 2000 купили сначала там мопре печенотопление мне что летом только мы приезжали а потом уже с мужем развелись и я в 2006 уже на совсем сюда переворолась и вот это вот искала уже в центре с газом продала я вот эту хату я купила но как вам вот погода я имею в плане жара но жара переносится нормально влага вот там мы просто приезжие говорят что нравится дочка вот не может дочка она мне уже пять лет здесь не было в саргуте они живут и она сюда и не собирается на год мама продавая она нам действует не нужно мы сюда не ездили ездить не будем она здесь задыхается летом не хватает и воздуха да конечно а сколько или сейчас дочки до 48 вот будет декабря за 6 я просто почему пара возра спрашиваю что-то там правда 4 месяца поеду я знаете почему спрашиваю просто вы возраста переносите жару нормально а вот она уже допустим не тяжело вот они приезжали пять лет назад пять дней побыли здесь все быстрее на море на пять дней а на море как она себя чувствует тоже никак верно и даром не надо ну тяжело да тоже может быть у нее что-то ну с организатором на 30 лет живет уже на севере она не идет это холод это такая погода и и устраивает а вот родственники какие-то приезжали тоже вот вашего возраста но это получается вот вы как переехали здесь живете и всего лишь и сюда тянуло я как разоралась истерику закатила говорю да вы что я туда приехал теперь вы меня снова туда маните я как из тепла с юга поеду на север не ну сейчас же из-за здоровья едете во первых я 6 лет назад хоронила здесь сына средний сын у меня трое детей средний тут похоронен я еще расплакала звука и антона могилку оставлю это сколько ему лет 32 года ему молодой машина сбила насмерть дед пенсионер от улицы первомайска он шел вечером домой от друга возвращался а тот таксовал дед гнал с такой скоростью что даже не заметил его вечером это слепилась речная машина сразу нас это местный таксист да это сколько у вас детей но это дочка и сын дочка это сама старшая потом средний был у меня антон чечну прошло два года там воевал ждала его туда плакала день и ночь это первая волна которая была чечни во вторую попался ветеран боевых действий и вот на ровном месте погиб такая жизнь такая давайте сейчас домик досмотрю что вас не беспокоит это вас как спальня до спаленка бойки все тоже сам но полы смотрю тюльга везде одинаковые дону деревянные везде одинаковые окна тоже до поменяли тут смотрю тоже на открывание это тюльга а вообще торг уместен у вас вообще не но люди пишут там торг уместен просто можно сто тысяч скинуть можно пятьсот тысяч а можно пять рублей можно рубль аж почему решать вопрос по торгу с вами или куда с вами да так мы должны приехать с шикарным тортом и с натяжными потолками которые потом останутся аппараты выставлено миллион сто да 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 но он в миллион сто указал да да ну как бы вместе с мебель я вам не нужно будет но это не мне я сейчас смотрю же не для себя почему спорно мебель видите она принципе никогда не помешает потому что те люди которые приедут они приедут приезжие как в принципе и вы и мебель тем более осмотрю диван то неплохой ну не допустим не знаете вот скажу вот я бы здесь вот честно поменял бы полы ну в каком плане надо сорвать и сделать сделать хотела я уже и наняла говорю полы а когда уже по деньгам а почему вы вот не захотели туалет ванну вот здесь сделать вот прям просится тут не знаю вот я не знал я буду здесь не комната там была я бы спаленку бы там сделал и вот смотри спальня а будет туалет ванна была бы спальню сделать а вот ей бы туалет ванну душевую ваша комната а ваш телефон или тает телефон просто это будет лучше я я знаете почему говорю прошла у вас домик принципе крыша поменена стены нормальные здесь в принципе полы сделать вот это спальня там спальня и вот здесь туалет ванна вообще было бы шикарная почему спрашиваю еще по документам детскую да да пусть она может быть знать или знаете бывают тут приезжает с родителями допустим родители живут там а мне думал что одной сыном тогда жили который он всего лишь неделю вы имеете ввиду как в ремонт сделали а вы скажите вот по улице не возят хлеб там возят а почему клей хлеб вот у вас возят сейчас а я не берете не берете да ну вы берете от могурганинский беру в магазин еду и беру курганинский она же не нравится мне по люди берут вот напротив меня тут у вас река тут я проезжал только большая лоба течет купаетесь рыбалка воды так надо сейчас его мотиватора найти вам вот и все и тогда будет все отлично как бы мне сказали был бы мужик бы не уезжали так давайте рекламу сейчас сделаем какой-нибудь нашелся чтобы помогал мне всем бы я бы куда-то поехал вдруг такой дешевый ему надо ворот ему помогать да ладно теперь галь спасибо вы поехали тогда это не будем вас беспокоит тогда так на чем остановились ну мы сейчас поедем дальше смотреть другие дома для них вот сейчас первый ваш дом сейчас мы 2 а потом мы поедем константинскую поедем смотреть это будете выставлять потом на продажу не мы сейчас им это они попросили меня посмотреть люди покажут люди не люди меня попросили чтобы я поехал посмотрел дома не сдалека вообще я вот это ездил смотрю изучаю так далее домик пояжу он как бы неплохой единственно что вот я бы полы здесь поменял бы крыша мне нравится стены мне нравится отмостку сделать огород большой сад это и принципе а почему про торг у вас просил ведь у людей ограниченная сумма они рассматривают миллион миллион двести но так чтобы зайти жить видите ну допустим я лично сейчас вам не скажу допустим я вижу вот здесь полы но он вы чуть-чуть опустилась и вот здесь вот прям видно вот в этой комнате полы его даже осмотрю доску вы меняли вот там вот какая-то доска да вот так как бы так и вот я бы вот там бы туалет ванна вот уже уже вот уже приятно слышать вас уже приятно все равно там же уместен я за миллион потому что мне там нужно квартиру купить вы однушку будете покупать от а уложитесь хоть по деньгам ну должна просто цены о как растут у нас сейчас белореченске однушку меньше двух с половиной вы не купите однушку вдумайтесь однушку просто вам смотрите вы когда он давай давайте так теоретически и вот появляется покупатель перед тем как вы будете от решать вопросы вы там попросите ваших близких там дочь пусть посмотрят чтобы вы точно понимали что вы что-то себя купить и они уже там нашли меня а нашли все вопросов тогда не тогда уже хорошо но еще такой вопросы по поводу вот этой печки вот она была тут что вы бетон засыпали или что а вы вот не вот смотрите печь вы разобрали разобрали а там что был бетон под печкой можно я загляну туда просто я сейчас ну да бетон вот-вот да бетон бетон не шкачу уже ля влагу вообще не тянет у вас куда же вот если бы вот соколь низкий а влага вообще все сухо и здесь деревянный пол получается вот в этом месте вот это пиво даже а тут двп а вот тут доска просто а тут да вот я вижу доска тут до доска ну да мне кажется наверно будет там 60-х конец семидесятых вот так я по полу смотрю приблизительно а то пристройка а так теплый вообще не думал теплый вопросов нету я даже вот никаких посторонних запахов кроме рыбы конечно ну да не классно класс только попробуйте мне не написать комментария друзья на самом деле знаете вот чтобы ну вы понимали там вот иногда людям не пишут о мой какой хитренький коля там нас провоцируют на лайки дизлайки подписки и так далее но мои хорошие но неужели вам трудно взять калюни вашему и написать ваше мнение касается этого домовладения но неужели вас не устраивает те ролики обзоры которые мы для вас именно показано вот вы вы да я знаю что вы не обратитесь к нам не хотите обращаться платить нам деньги но вы же смотрите мои обзоры вы же лично вот вы да 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 вот 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 вы вот это сейчас знаете кому сейчас говорю друзья но я всех вас люблю поверьте мне но есть у меня хейтеры до которые говорят мы сами найдем а зачем нам коля хочу нам втюхивает ха он нам показывает все это дорогое слушайте ребята но знаете вот сколько ну я знаю что вы у нас взрослые люди которым там ну основная часть людей которые вот меня смотрят это люди за 30 лет у кого есть мозги как говорится который реально умеет логически думать рассуждать вот смотрите вот я приезжаю на дом я показываю дом я что говорю покупайте нет я просто показываю какой дом находится все понимаете я всегда говорю мое дело показать а ваше дело принимать решение вот и все поймете и тут не надо меня ругать за то что я что-то в тюхи и так далее во первых я работаю у меня есть семья у меня есть супруга у меня есть двое детей у нас кстати вот по правую руку тоже наши дети сотрудники их тоже называют как бы дети эти тоже сама люди хотят кушать ты все дело давай это сейчас ребята тут нам навигатор сейчас это так куда мы едем куда мы едем куда мы едем все ребята сейчас две секундочки вот естественно мне ну ясный пень надо чтобы ну бунгаль зарабатывать деньги так подождите сейчас ребята простите 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 чтоб я понял как нам ехать 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 на велосипеде все понял вот естественно нашим сотрудникам которые будут на нас работать надо платить зарплаты надо платить за оборудование мы покупать оборудование за бензину много-много вещей которые требуют огромных денег ну реально друзья подчеркиваю огромных денег ну люди люди некоторые которые очень далеки от этого да допустим когда мы ну я читаю ваши комментарии мне в комментариях пишет николай что стоит взять тебе поехать 300 с лишним километров и снять обзор для меня лично ничего не стоит друзья просто берем с вами заключаем договор вы оплачиваете аванс я с удовольствием начинать для вас снимать обзоры все проблем нету что николай за что я должен тебе платить что за бред а вдруг мне этот дом не понравится вот что я зря заплачу деньги это как у меня некоторые подписчики пишут и говорят ну во первых вы не зря деньги заплатите вы заплатите за то то что мы поедем для вас посмотрим домик где мы для вас показывать покажем дом от а до я и вы потом поймете стоит на то дом раз уехать рассматривать или нет покупать помойки друзья когда мне люди вот такой пишут или звонят когда по ватсапу говорят мне знать тут я так ложу иногда вот ну вот трубку да и там телефон его думаю вот почему люди так рассуждают вот куда еду сейчас а я неправильно поехал бывает такое сейчас подождите ребятки сейчас возить и надо развернуться на заправочке вот видите вот я сегодня разозлился немножко сейчас подождите 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 я когда ложу трубку и телефон и думаю почему люди вот так думать почему люди думают что для них кто-то должен делать абсолютно бесплатно я понять не могу да и знаете я когда с этими людьми вот общаюсь и люди вроде бы адекватные нормальные да но когда они слышат точу ну вот не хотят услышать например что вот они услышали что платить надо ой а сколько такие большие деньги ребята я задаю вопрос вам скажите вот вы люди которые например ну чем-то занимаетесь автослесари там я не знаю хлеб печете я не знаю ну что-то делаете ну не жили вы будете бесплатно для кого-то работать вот скажите мне пожалуйста объясните я что ошибаюсь я не прав ну реально вы скажите хотите сказать что вот ну любой риэлтор любой специалист любой автослесарь любой человек адвокат ну вот они должны бесплатно делать вам что-то нет любой труд запомните он должен всегда оплачивается вот мне звонить вчера даже вчера голосовое сообщение присылает мне человек и говорит мы общаемся я его консультирую я ему все рассказываю все по полочкам разъяснил мы выяснили когда он планирует покупку недвижимости я ему скинул ролики тех объектов недвижимости которые ну не надо оплачивать просто у нас есть собственники которые нам оплачивать его пожалуйста мы вам скинули ролики посмотрите там собственный нам оплачивает то он говорит не меня это не устраивает есть вот ролики которые ну мне понравилось но там не собственник платит я груда надо вот оплатить вам мы без проблем и отвезем вам покажем это все а сколько платить я говорю так и так учу так много не 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 все связь оборвалась что получается получается что человек понял что надо платить деньги и он такой и такой для себя горда на хрен мне этот коля нужен понимаете вот это вот сразу вот на хрен коля нужен такой я знаете помню один ролик смотрел одного человечка какого-то блогера непонятного знаете почему я так говорю непонятного блогера я сейчас объясню почему потому что человек такую ахинею нес вы даже не представляете если сейчас я все расскажу может быть вы вспомните может быть кто-то это видел вот смотрите как я сказал что любой труд он должен оплачиваться более того допустим когда люди к нам обращаются вот к нам да вот как сейчас я поехал посмотрел дом для нашего клиента более того мы сейчас поедем вот мы сейчас едем на другой дом смотреть для нашего клиента пока человек занимает своими делами мы ну человек вот нас нанимает прекрасно вы понимаете что надо заплатить всегда за любую услугу я смотрю один ролик и кстати мои подписчики мне скинули ролик и там ролики один человек который когда-то там год-два-три переехал к нам в краснодарский край он там какое-то время пожил он как сказал что к нам как как-то что-то пытался обратиться но типа мы не захотели там ему помочь и тому подобно потом я когда этот ролик внимательно посмотрел он позвонил моей помощницы эльвира эльвира грамотно ему рассказала ничем его абсолютно не обидела рассказала как есть как мы работаем сколько услуга стоит что он может в этой ценовой категории ну как бы рассмотрите так далее и он это все так перевернул ну может быть для хайпа чтобы поймать свой как бы ну подписчиков и так далее и знаете мне сама вот убила то он говорит такую вещь а вы знаете что вот все риэлторы когда узнают что вы типа им не выгодно они сразу не хотят с вами работать они сразу отказывают вам услугах и так далее и так далее слушайте это и он рассказывает что вот пишите мне обращайтесь ко мне приезжайте ко мне я вас встречу вы будете жить у меня и это вы мне чисто за бензин заплатите и я вас буду катать по краю там и так далее буду для вас искать жилье чё за бред он говорит слушайте ребята но один раз он покатает ну два раза он покатает внутри раза покатать и вы хотите сказать что вы будете вот так просто так ездить кататься ладно там приехал к вам например брат сват я не знаю там теща бабушка там близкий друг вопросов нет но когда к вам просто люди приезжают и вы хотите сказать что вы будете просто так кататься не просто вот там где вы живете а как вы говорите там ростовская область ставропольский края я еще раз говорю я дословно говорю что человек это говорил и надолго ли вас хватит да ясный пень что ненадолго понимаете у вас семья у вас дети у вас кредиты у вас проблемы у вас коммуналка бензин расходы лекарства понимаете и ясный пень что все мы люди которые хотим предоставить услуги то в том числе я ясно что я хочу за это получить вознаграждение где мы нашим клиентам до этого всегда говорим знаете почему я вот с такими эмоциями говорю друзья я потому что вот мы становимся очень популярны среди ютуба и у нас уже вот насколько у нас подписчиков кстати 200 уже в 250 до почти тысяч вообще цифра для меня такая заоблачная когда создавал канал для меня очень было это тяжело и сейчас мы очень популярны среди зрителей я прекрасно понимаю что очень много людей которые к нам не будут обращаться не будет воспользоваться нашими услугами которые не хотят нам платить и так далее более того знаете прикол какой был недавно вот приходит сегодня моя помощница юля огромного а мы очень много объектов недвижимости выставляем по просьбе наших продавцов кстати огромное спасибо вот сейчас если меня продавцы все слышат которые вот но обратились к нам которым мы помогли которым мы помогаем огромное спасибо что вот именно выбрали нашу компанию мы приезжаем на один дом выставляем объект недвижимости ну на youtube канал выставили ролик указали номер телефона хозяюшка этого дома где-то полгода продавала дом мы никаких вообще в движении никаких не просто приезжают уже от приезжают уже от все и она горит мета реально все надоело давай поль снимай ролик чтобы люди посмотрели мой дом если люди едут уже они понимают что вот дом вот так выглядит значит они хотят просто вот убедиться и уже практически покупать что мы и сделали до этого к нам обратился один человек не буду говорить откуда с краснодарского края и говорит пожалуйста это ну юлик юлик статегрюль можете вы заняться продаже нашей недвижимости там вот на побережье она говорит ну к сожалению мы там но не ездим но мы можем выложить пост вашего объекта недвижимости а квартира которую они выставляли пипец какая была дорога просто нереально но мы сделали как нам человек попросил представляете за две или три недели грубо за сколько за месяц даже грубо говоря продалась вот ира мне подсказывает она просто курирует инстаграм и реально продалась эта квартира мы были удивлены что так быстро собственник был в шоке этой квартире он реально увидел результат что он делает он обращается к юле и говорит юлечка солнышко спасибо огромное вот именно благодаря вашему посту пошел результаты мы продали вот эту квартиру мы хотим купить недвижимость нам понравились несколько домов которые вот вы продаете скажите пожалуйста вы можете сделать юридическое сопровождение не вопрос и мы говорим стоит стока то перед тем как мы заключать договор да мы вот ну реально говорим людям услуга стоит стока то понятно что мы заключаем договор понятно что у нас договоре все прописано и начинаем работать с людьми все мы начинаем работать с людьми проходит время человек выбирает дом потом нам хозяйка рассказывает такую историю благо что хозяйка адекватной говорит николай о вне июль представляете говорит вот этот человек который решил вине вот сейчас покупать мой дом который вот вы привезли показали вот все люди выбрали дом вот он хотел как бы вас обойти и предлагал мне войти как бы вас но называется левая сделка как мы говорим понятно друзья что это возможно реально и тому подобно да но слушайте но это реально некрасиво я знаете вот все люблю делать по-человечески вот реально но вот так поступать когда мы помогли этому человеку помочь продать недвижимость чтобы наши подписчики увидели его же квартиру в инстаграме кстати друзья если вы сейчас продаете недвижимость вот вообще по всей россии вы можете наш инстаграм попасть переходите ссылочка будет ниже и переходите в инстаграм и в директ пишите и спешите что николай мы хотим чтобы ты выложил наш объект недвижимости и представляете что и кстати где будет указан ваш номер телефона и получается что человек видел что были результаты положительные то что мы взяли да ну показали у него прошла сделка он понимает что благодаря наших каких-то усилий и вот так поступает это некрасиво вот мы понятно что этому человеку ничего не говорим не предъявляем не объясняем где уже кстати договор был заключен мы с девочку уже все сделали все отлично замечательно все руки пожали все но так друзья так нельзя делать ну реально так нельзя делать многие люди которые будут смотрят мои каналы мои посты которые в инстаграме да там ну и там есть пишут такой бред друзья вы много чего не понимаете не видите понимаете никогда нельзя говорить и не нужно говорить того чего вы не знаете чего вы не видели понимаете по поводу цен сразу хочу сказать что друзья цены то что выставляет собственники то что рынок показывает я вот приезжаю да допустим я вот многим людям говорю да что ваш дом стоит друг дорого я вот практически всем продавцам что ваша недвижимость должна стоить не 5 миллионов а 4 миллиона не 10 миллионов а 7 миллионов не полтора миллиона а миллион даже вот мы сейчас в этом доме были как мы сказали что здесь у вас желательно поменять ну реально полы и хозяйка кстати да подтверждает это надо и суть в том что мое дело показать вам вы начинаете такой химию писать некоторые я не грустно все счеты нам впихиваешь счеты зачем вот там там люди купили вот это слушайте да у вас есть глаза у вас есть уши у вас есть ноги у вас есть руки у вас есть мозги ну неужели вы думаете что я должен вот к вот прям зомбирую вас и выберите каждый дом покупать и нет друзья но если я сейчас не прав вы меня сейчас поправки вот смотрите ну давайте вот вот говорим как есть вот почему то почему вы сейчас на нашем канале я сейчас эта информация для тех кто конкретно хочет купить недвижимость конкретно да вот почему вы на нашем канале объясните а я вам отвечу а потому что удобно потому что вам удобно сидеть на нашем канале потому что вы видите что мы показываем недвижимость не в одной геолокации а показываем ставропольский край краснодарский край а краснодарский край белореченск обширонс под краснодаром за краснодаром недалеко от моря каневская и тому подобное да друзья да и также ставропольский край и более того мы сейчас будем выходить на ростовскую область и крым вы сейчас скажете и что я же ничего я просто хочу денежек заработать я хочу жить точно так же хорошо и красиво как и вы и все естественно я уважаю своих и подписчиков и своих клиентов я сейчас говорю про тех людей кто адекватный нормальный понимать что за услугу надо платить вот что если обращается в любую риелторскую компанию чел должен понимать что то что человек делает она должна по-любому быть оплачивать и вы хотите сказать что те люди которые пишут мне в комментарии про но есть там реально негативные комментарии что вы хотите сказать что то что мы вам показываем для вас это не полезно неинтересно вы понимаете вот даже тот дом который вы писали мне говорили что николай что за дом ты показываешь а вы в курсе а вы даже вот про вот это дом который вы сейчас мне скажете который я вам показал а вы в курсе что этот дом хозяйству покупатель увидела по авито ей понравился у нее нет возможности приехать и она не хочет тратить свое драгоценное время и вот сейчас я ей показал и она будет принимать решение стоит не стоит этот дом рассматривать я в принципе уверен что вот она это дом точно не будут рассматривать почему потому что во первых там много что надо будет сделать и я думаю что человеку есть возможность добавить больше лучше купить дом понимаете а когда вы начинаете писать непонятно что и даже знаете как вы пишете цена завышена друзья да знаете сколько я раз видел когда вы же приезжали в краснодарский край вы покупали дома год-два-три жили вы же делали там ремонт и что-то там такое и вы говорили николай и например дом вы покупали за вот даже недавно была ситуация радыки дом люди купили за 850 тысяч купили завозь ой за 800 тысяч хозяина дал я в ролик выстрел 850 тысяч хозяина дал за 800 же люди пожили год за 950 тысяч год ни копейки не скину это же вы люди это вывод подписчики которые вы мне пишите говорите почему ты цены так поднимать я нет это вы это вы люди которые продают недвижимость я тут вообще ни при чем друзья понимаете да я могу сказать что дом не стоит ваших денег все а дальше вам уже решать выставлять за эту сумму или нет и также уважаемые покупатели когда я показываю дом да только вы можете принимать решение стоит не стоит рассматривать этот дом все друзья я надеюсь я никого не обидел я надеюсь что у нас с вами такой получился хороший открытый диалог знаете как передачи соловьева с уже наш колени задрал течу холодно что ли вот вот как в соловьеве вот не обижайтесь на меня друзья я хочу быть открытым также я уважаю ваше мнение и знаете я скажу честно вот по поводу тех людей которые пишут иногда такие негативные комментарии а их очень много я вижу таких вот человек прямо хочет там укусить зацепить и так далее знаете как я все равно вот про себя говорю я все равно докажу что я вам нужен понимаете все равно друзья на самом деле я люблю свою профессию она мне очень нравится кто бы что мне не говорил я все равно доволен то что я сейчас делаю я знаю что многим людям я реально полезну в реально доношу полезную информацию понятно что многие люди много чего хотят получить ну будем говорить бесплатно друзья вы должны понимать что вот то что сейчас я делаю это стоит денег и стоит немаленькие денег да сейчас вы мне скажете я еду на лексусе а почему бы нет да у моей жены тоже mercedes а почему бы нет да николай там ты живешь может быть в хороме а почему хоромах а почему бы нет мы же все с вами люди которые хотим ездить на таких машинах и также чтобы у жены было все хорошо жена хорошо выглядела и ты дети были счастливы и так далее понимаете вот моя семья она меня мотивирует именно на это я не знаю как у вас но она меня мотивирует мне еще 40 лет нету буквально несколько дней будет 40 лет я горжусь собой что вот именно я достиг именно вот этого что вы скажете вы можете высказать свое мнение по крайней мере я на своем мнении буду по-любому стоять чтобы вы мне не говорили все друзья пишем ваше мнение ставим лайки не зла а дизлайки отменили но все равно там есть такой типа не нравится вот а если дизлайк хотите официально поставить напишите в комментарии это будет намного проще по крайней мере я визуально это все вижу всем пока пока